Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в демо-версию игры под названием Gun World. Ещё один стрелковый симулятор, вдохновлённый H3 VR, но это лично моё предположение, потому что очень много здесь похожих механик. Сейчас доступна лишь маленькая сцена, где мы можем посмотреть на основные функции. И здесь в центре, цитата, известная Сократа, если вы умрёте в реальной жизни, вы умрёте и в виртуальной реальности. В отличие от H3 VR, у нас здесь есть руки, они полностью имеют коллизию, и причём эти руки можно выбирать, а точнее, перчатки. Как вы видите, здесь даже есть роборуки, есть и человеческие, есть всевозможные перчатки, в том числе тактические, и даже боксёрские. При этом их можно кастомизировать, выбрав цвет. А вот они, кстати, неполную коллизию имеют. Что-то, наверное, неудивительно, иначе некомфортно будет взаимодействовать с различными предметами. Ну-ка, давайте попробуем хоть что-нибудь взять. Например, эту ракету. Хотя нет, сложно, нормально. Вполне, вполне неплохо. Также здесь можно выбрать флаг любой страны, и при этом воспроизводится гимн. Так что у вас есть возможность включить вдохновляющие гимны вашей страны. Но пока замьютим. Также здесь есть довольно много оружия. Кастомизация уже сейчас присутствует. Также есть инструмент, который позволяет склеивать между собой объекты. И, собственно, несколько мишеней, где мы можем весело проводить время. Небольшой туториал обучения, как это всё работает, как взаимодействовать с объектами, для чего нужны те или иные инструменты. Так что вы не будете озадачены, когда в первый раз попадёте сюда. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine. И, честно говоря, как всегда, на моей системе, по крайней мере, чувствуется, что не хватает работы в плане оптимизации. Предлагаю всё-таки заменить эти перчатки на что-то более подходящее и удобное. Я даже такое ощущение, что рывками хожу, хотя FPS вроде как более-менее нормально. Где-то в районе 40, наверное. Но при этом здесь как-то странно ходишь рывками. Так, ну давайте обычные руки возьмём. Шикарно. Хотя пальцы сгибаются как-то странно. Так, и теперь подойдём к этому замечательному пулемёту. Давайте посмотрим, как здесь реализовано взаимодействие. Собственно, мы абсолютно можем за любую часть схватиться. Как вы видите, вообще никаких ограничений нет. И я бы не сказал, что этот пулемёт ощущается тяжело. То есть ощущения тяжести как таковой практически нет. Также есть точки для хвата. Они уже фиксированы. Хотя мы можем их игнорировать. Скорее всего, на спусковой крючок я нажать не смогу. Да, всё косо, криво. Пока что на ранней стадии. Итак, короб. Давайте попробуем как-то это присобачить. Продолжение следует... Ну, я не могу сказать, что это удобно. Несмотря на то, что в H3VR нет рук. Есть только сосисочные руки, если вы купите контроллеры от Valve Index. Так, и что-то ленту у меня взять вообще никак не получится. А, понял. На бампер нужно, а не на триггер. Так, отлично. В H3VR это, конечно, всё гораздо удобнее. Ну, и H3VR уже очень много лет там всё выверено в плане управления и взаимодействия. Так, ну, вроде как нормально. Я справился. Теперь давайте попробуем установить что-нибудь. Сможем ли мы сделать это без клеевого пистолета? Это что, смартфон можно ещё закрепить? Разве это не здорово? И самое главное, можно закрепить и еду. Вот это я понимаю, да, можно без клея, соответственно. Невидимая рельса здесь присутствует. И мы можем наслаждаться бургером. Воюя, разве это не здорово? Квадратные котлеты. Прекрасно. Мне и не нужен прицел. Ну что ж, давайте посмотрим, на что способен этот пулемет. Поддача небольшая. Разброс тоже крошечный. Давайте вот сократим. Хотя, слушайте, разброс. Ну да, небольшой. По крайней мере, на такой дистанции очень громкие звуки. Есть рикошеты, как вы видите. По крайней мере, визуально это всё. Вот это мне прилетело прямо в грудь. На этом моя история и закончилась бы. Но, к счастью, у меня только руки. А остального тела нет. Всё, кажись, патроны закончились. Вот мы расстреляли весь короб. Здесь есть крупнокалиберная винтовка. Здесь есть автоматическое оружие. И чего я не вижу, так это пистолетов. К сожалению, пистолетов пока нет. Что вот это вот такое? Это, видимо, какие-то адаптеры на ствольную. Понятия не имею. Как будто на 3D принтере напечатаны. Также здесь есть подствольные гранатометы. Давайте всё-таки выясним, как работает клеевой пистолет. Собственно, он позволяет нам просто соединять между собой предметы. Вот таким вот образом. На соплях, в прямом смысле, всё это держится теперь. В нашем случае, наверное, на клею. Так что уже какие-то элементы из Гарри с мода, можно сказать, присутствуют. Чего нет в H3 VR, например. Давайте сжахнем с РПГ. Вот РПГ крайне нестабильно ведёт себя в руках. Так, вот этот манекен что-то сказал про мою семью. Вот это полёт, конечно, снаряда. Ну хотя, я бы не сказал, что это нереалистично. Но тем не менее, это выглядело как-то странно, наверное. Может быть, из-за низкого FPS. Так, ну и давайте посмотрим ещё на другое оружие, которое здесь представлено. Как вы видите, есть сошки. Можно перевернуть и стол. Возьмём, попробуем установить, например, сошки. Да, отлично. Именно так я и хотел. Так, а как теперь их отсоединить на кнопку? Нужно нажимать на левом контроле. Да, с хватом, конечно, здорово, когда ты можешь касаться, точнее, хватать за любую точку. Но с хватом будут проблемы даже с перезарядкой. К примеру, я хочу быстро выхватить магазин. Я его хватаю и вот что получается. Я начинаю его перебирать и так далее. То есть надо схватить нормальный магазин, потом вставить. Тризёрный затвор. О, можно, кстати, эту часть контролировать. Ну, собственно, со всеми элементами можно взаимодействовать. Давайте возьмём прицел какой-нибудь мелографический. Плюс ещё можно посмотреть, как сошки помогают. Вроде, да, стабилизируют идеально практически. Вот этот ствол, смотрите, уже уводит. Как будто здесь какая-то пружина. Да, это выглядит крайне странно. Так, ну, тем не менее, теперь ствол вообще приклеился к моему плечу. Тем не менее, отдача здесь реализована, разброс здесь тоже реализован. Хоть это, опять же, всё сыро и криво. Так, давайте попробуем установить подствольный гранатомёт ещё. Упс. Как же всё неудобно. Ладно, мне кажется, одного раза хватит. Одного выстрела достаточно для подствольного гранатомёта. Я здесь в итоге всё разбросал. Давайте ещё попробуем с крупнокалиберной винтовки пострелять без сошек. Посмотрим, как будет ощущаться отдача и так далее. Так, ну, сошки здесь уже есть, конечно, но я не буду устанавливать. Появляется магазин. Смотрите, магазин в магазине. Так, нормально, с трудом, но у меня получилось. Давайте выберем на этот раз какую-нибудь оптику, если я до неё дотянусь вообще. Это будет тяжело, но я постараюсь. Ну, по крайней мере, здесь притягивать можно. Отдачу практически не ощутил. Моё могучее невидимое тело помогает мне снизить отдачу. Даже какой-то эффект дыма, смотрите, есть. Да, отдача, конечно, минимальна. Давайте попробуем в ту верхнюю мишень попасть. Почти межглаз. Ну и, собственно, это всё, что есть в демке. Демка абсолютно бесплатная. С помощью клеевого пистолета вы можете придумать своё вооружение, прокачивая его по полной. Так, ладно, давайте будем просто притягивать. Взять здесь что-то со стола практически невозможно. Собственно, с помощью этого клея мы, наверное, вполне можем... Я, по-моему, приклеил стол к чему-то. Мы вполне можем между собой даже аттачменты заклеить. Хотя я не могу это сделать. Да. Почему-то, по какой-то причине. Кто шмаляет, кто шмальнул. Сейчас в воздухе, смотрите, перезаряжу. О, можно сказать, получилось. Целиться таким образом, конечно, крайне трудно. Но зато сколько патриотизма во мне теперь. Ну, смотрите, он показывает дистанцию. Не просто так. Да, идеально. Идеальная сборка перед вашими глазами. Вот это я понимаю. Это, если что, рукоятка складная. Нужно подёргать, чтобы стресс снять. А также уже сейчас в игре есть бесплатный бургер. Разве это не здорово? Что же, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok